Всем привет! Вы на канале Вкусный Уголок! Сегодня приготовлю мясной рулет, который можно подать к любому праздничному столу. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим! Ставим сковороду на огонь, разогреваем, наливаем в неё немного растительного масла. Выкладываем 2 большие луковицы, порезанные кубиком. У меня были весом на 320 грамм. И периодически перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. Затем добавим 350 грамм мелко порезанных шампиньонов. И также, периодически перемешивая, тушим на огне выше среднего, до выпаривания всей жидкости от грибов. Вот посмотрите, примерно вот такие грибы у вас должны получиться. И теперь оставляем их остыть. Ну а тем временем, берём ёмкость, вбиваем в неё 5 яиц. Добавляем 200 грамм сметаны, у меня 15% И всё хорошо перемешиваем. Затем сюда добавляем 2 столовые ложки манки, у меня вышло на 36 грамм. 200 грамм любого твёрдого сыра, потёртого на мелкой тёрке. И перемешиваем ложкой. И теперь вот это получившееся тесто нужно оставить постоять минут на 15-20, для того, чтобы манка немного набухла. Время прошло. Берём противень от духовки, у меня размером 43 на 33. Я его устелила пергаментной бумагой. Теперь ещё раз хорошо перемешиваем тесто, выкладываем и равномерно распределяем. Всё, ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 15-20 минут. Ну и пока основа готовится, приготовим начинку. Для неё в ёмкость выкладываем грибы с луком. Берём погружной блендер и перебиваем до однородности. Добавляем в грибную массу 400 грамм фарша, можно взять абсолютно любой. У меня сегодня курица пополам со свининой. Пучок мелкопорезанной зелени, у меня укроп. И любые специи по вкусу. Я добавлю чайную ложку соли и немного чёрного перца. Всё это нужно хорошо перемешать. И пока оставляем в сторонку. Основа готова, вот такая она получилась. Теперь её нужно оставить минут на 10, не больше, чтобы она слегка подостыла. И затем нужно очень аккуратно перевернуть. Это можно сделать любым удобным для вас способом. Я взяла решётку от духовки. Сверху вот так постелю тефлоновый коврик. Теперь накрою свою основу и переверну. Бумагу теперь нужно убрать. И также убираю решётку. Ну и теперь пока основа ещё горячая, не нужно ждать, чтобы она остыла, потому что потом будет ломаться. Выкладываем сверху на неё фарш. Распределяйте равномерно, чтобы слой был ровный. Всё, примерно вот так у вас должно получиться. Обратите внимание, что с одной стороны я немного не доложила фарша. Это нужно для того, чтобы было удобно завернуть. И теперь сворачиваем плотненьким рулетом. Затем берём фольгу, очень аккуратно перекладываем на неё рулет. И заворачиваем несколько слоёв. В конце вот так хорошо поприжимайте, чтобы рулет у вас был плотный. Всё, отправляем рулет в заранее разогретую духовку до 190 градусов ровно на 40 минут. После приготовления рулет оставляем остыть до комнатной температуры, а затем прячем в холодильник ещё на 5-6 часов. Ну а после холодильника уже разворачиваем. И можно разрезать. Вот посмотрите, вот такой красивый он получается в середине. Такой рулет можно тонко порезать и подать к любому праздничному столу. Либо приготовить просто на бутерброды. Попробуйте сделать. Ну и конечно, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!